И мы переходим к другим темам нашего выпуска. Более 25 тысяч специалистов подготовили за несколько десятилетий в Петропавловском колледже сферы обслуживания. В этом году учебное заведение отмечает 85-летие. На юбилейном торжестве побывала Алена Подласова. В зале студенты, выпускники, преподаватели, ветераны труда и партнеры колледжа. Повод для встречи приятный. Учебному заведению 85 лет. Поздравила с юбилеем колледж сферы обслуживания и заместителя Кима Североказахстанской области Анархан Дюсенова. Глава государства Наштан Абишевич Назарбаев, как вы знаете, уделяет особое внимание сегодня дуальному образованию. Безусловно, наработанный на сегодняшний день опыт позволяет с уверенностью говорить о том, что социальное партнерство – важнейшая составляющая учебного процесса. Организация технического и профессионального образования осуществляет подготовку квалифицированных рабочих кадров, которые сегодня востребованы на рынке труда. В этом году колледж принял 326 студентов. Обучают их по пяти специальностям. Это организация питания, парикмахерское искусство, швейное производство и моделирование одежды, архивоведение, делопроизводство. Готовят будущих специалистов квалифицированные преподаватели. Четыре из них – высшей и 14 первой категории. Я хотела бы в связи с 85-летием нашего колледжа поздравить всех преподавателей и всех ветеранов, которые работали и начинали у истоков нашего колледжа с таким знаменательным событием. И пожелать им в дальнейшем здоровья, преподавателям терпения и здоровья, и стремления повышать свой квалификационный уровень. Руслан Рахматурин – выпускник колледжа. Говорит, лучшие повара – это мужчины. Поэтому выбрал эту профессию. После окончания учебы Руслан сразу же нашел работу. Про руководителя нашего колледжа могу сказать только хорошие. Очень хорошие люди подходят к своему делу с полной отдачей души и сердца. Такие люди, как и там работают, больше пока недели не встречал. Почти 90% выпускников работают по профессии. Кстати, учебное заведение занимает второе место среди лучших колледжей Североказахстанской области. Алена Подласова, Арман Джамангузов. Новости МТРК.